В 1918 году был образован Российский коммунистический союз молодежи. Через структуру этой организации осуществлялось идеологическое воспитание молодого поколения и реализовывались политические и социальные проекты. Школу комсомола прошли миллионы людей, и в том числе жители Ленинского района. Сейчас они по праву гордятся, что комсомольская организация была и есть в нашей истории. Молодость, задор, активная работа и горящая душа – все это комсомол. В этом году комсомольской организации 95 лет. В честь этого события 30 октября в городе Видное состоялось торжественное мероприятие. В сквере «Юность» у памятника комсомолу собрались участники митинга. История комсомола – это история нашей Родины. Делалась она руками тех, кто в 1918 году, после создания вот этой организации, практически всегда вместе с коммунистами, с коммунистической партией, в первых рядах был на боевых постах, на трудовых постах, которые строили и воевали, которые созидали и в науке, и в творчестве, и везде. Были всегда на передовых рубежах. Комсомольцы дорожат и гордятся тем временем, когда организация была действующей. Время было веселое. Мы шли впереди и никого не боялись, ничему не боялись. И вот и сейчас в строю, хоть в ветеранском, но в строю. И дай Бог, и вам, молодежи, чтобы вы тоже, так сказать, были жизненно радостные, активные во всех делах. И нам будет тоже приятно. Ветераны комсомольского актива, в числе которых и Инна Михайловна Родионова, вспоминают хорошие традиции, которые были заложены в организации. Мы, во-первых, в свое время, перед началом киносеанса, проводили выступления комсомольцы. И вот мы пели песни, читали стихи перед любым сеансом. Это было хорошее время. И это сплачивало. И даже люди шли и говорили, вот надо пойти послушать комсомольцев. Для многих памятным остался и день вступления в комсомольскую организацию. 50 лет назад в ее ряды вступил и Анатолий Павлович Гуров. Я тогда работал на шарикопоршебником заводе. У нас была большая организация комсомольская. Я помню хорошо. Помню вопросы даже. Что меня смутило тогда, когда меня спросили, какие любимые писатели у вас. Я тогда сказал, что у меня Джек Лондон и Александр Грин. Что вынесли какие-то нехорошие впечатления. Говорят, почему? Почему не советские? Под звуки комсомольского гимна собравшиеся возложили цветы к памятному знаку в честь 90-летия комсомола. Продолжение праздника состоялось в историко-культурном центре города Видное. Здесь была организована выставка, посвященная Коммунистическому союзу молодежи. Участники мероприятия с интересом осматривали фотографии и вспоминали наполненные романтикой комсомольские годы. Конечно, о таких годах мы все сами вспоминаем, во-первых, с гордостью и с достоинством. А во-вторых, вспоминаем, как годы, за которые удалось сделать очень важные дела. Мы, например, в комсомольце Ленинского района, где участвуют на строительстве олимпийских объектов, которые строились в Ленинском районе. Это тот же аэропорт Домогедово. В честь 95-й годовщины ВЛКСМ ветеранов комсомольского и партийного актива Ленинского района наградили знаком главы за вклад в развитие района почетной грамотой, памятными подарками.